Всем привет! На это видео у меня сегодня были просто грандиозные планы. Во-первых, я хочу показать вам новую технику нанесения теней, которую я еще не освещала на своем канале. Я знаю, что вы любите такие видео, но это еще не все. К этому видео я решила еще докинуть за тест достаточно популярной, дорогущей, люксовой тональной основы от Hourglass, которая называется Vanish. Сегодня с вами будем ее тестировать. Я вам покажу и нанесение, и своими ощущениями от нее поделюсь. И при дневном освещении ее покажу, в конце дня ее также покажу. В общем-то, все как всегда. А что касается техники нанесения теней, то сегодня мы с вами будем тестировать технику нанесения теней на влажную кремовую базу без ее закрепления. То есть принцип заключается в том, что вы наносите что-то очень кремовое и липкое на ваши веки, и при этом не закрепляете это пудрой. То есть это может быть либо база какая-то по тени, по типу MAC, например, баз, либо это может быть консилер, либо что угодно именно в такой вот кремовой форме, что обычно закрепляется сверху пудрой или тенями оттенка кожи для того, чтобы потом по-сухому растушевывать тени. Но здесь принцип заключается в том, что вы вот по такому влажному растушевываете тени. И изначально, когда вот анализируешь эту информацию и представляешь, что может получиться, ну вот у меня, например, все эти картинки начинают вызывать ужас и аж глаз так немножко начинает дергаться, потому что мне кажется, что-то здесь не то. Но в чем достоинство этой техники? Это в том, что она в теории должна значительно усилить насыщенность теней. Это можно сравнить с нанесением, например, тех же металликов влажным способом. По сути, здесь вы все тени наносите, ну, грубо говоря, влажным, там, полувлажным способом. Королевой этой техники на ютюбе является Ники Туториалс, вот она постоянно так тени наносит. И вот именно она в первую очередь и заинтриговала меня этой техникой, но потом я увидела еще огромное количество людей, кто делает что-то подобное разными продуктами. В общем-то, сегодня мы с вами тоже будем это тестировать. Ну что ж, давайте приступать. Так, как будто мы с вами давненько не тестировали новые техники нанесения макияжа, но мне кажется, что в последнее время как-то нового ничего и не появлялось. Все пользуются теми же техниками, ничего сверхъестественного. И эта техника на самом деле тоже, она не новая. Но каждый раз, когда я ее хотела протестировать, у меня какая-то мини-паническая атака случалась. Я вообще не представляю, как в теории на кремовой базе можно хорошо растушевать сухие тени. Мне кажется, знаете, это как в кулинарии. Если ты берешь что-то жидкое и смешиваешь с чем-то сухим, типа муки, у тебя в итоге получается такое тесто. И в зависимости от пропорции жидкости и сухих продуктов, как бы консистенция получается разная. Так, ладно, хватит откладывать неизбежное, давайте начинать. И первое, что я буду наносить, это консилер белого цвета от Colourpop. Он называется No Filter Concealer. И оттенок у него Fair 00. Этот консилер я буду наносить на все подвижное веко, вплоть до брови. Ну, как я это делаю с обычными своими консилерами. Но тут фишка в том, что я его не буду сверху закреплять пудрой. А еще этот белый цвет должен добавить насыщенности теней, потому что перекрывается мой собственный пигмент кожи. Ох, уже красота, по-моему. Я возьму вот эту вот палетку от Revolution. Она называется Forever Flawless. У меня конкретно это растяжка Decadent. Я знаю, как ведут себя эти тени. И, в принципе, они очень хорошего качества. Единственное, я говорила, что здесь нет какого-то очень темного оттенка. Вот прям темно-темно-коричневого какого-то для того, чтобы сделать очень глубокий макияж. Но суть этой техники в том, что тени должны ложиться более насыщенно. Соответственно, все, что вы здесь видите, должно выглядеть еще даже темнее у меня на веки. Ну, как раз-таки из-за того, что наносится это все на кремовую базу. Ну, давайте, наверное, начнем с оттенка Сахара. Так. Ну. Может быть, слегка более насыщенно этот оттенок нанесся. И изначально вот так вот нужно похлопывающими движениями нанести цвет. А потом уже его растушевывать. Единственное, что меня не сильно впечатляет, это то, что у меня вот здесь вот начинает скатываться этот консилер. Ну, ладно, будем по ходу дела это все поправлять. Ну, окей, давайте следом возьмем оттенок Сиена. И я буду наносить его по тому же принципу, просто углублять растушевку. Кстати, вот так как я нанесла предыдущий оттенок, получается, что этот я наношу уже по-сухому. То есть, возможно, уже принцип этой техники закончился, по крайней мере, во внешнем уголке глаза. Мне все-таки интересно, будет ли макияж более насыщенным в конце, или он будет приблизительно таким же. Знаете, что я заметила, с какой я небольшой проблемой сталкиваюсь сейчас? Из-за того, что я привыкла растушевывать по сухой базе, я растушевываю достаточно небрежно. То есть, я не слежу прям за каждым миллиметром, куда заходят тени. И иногда в процессе тушевки я вижу, а, сюда немножко зашло, и как бы даже пальцем бывает подтираю, и при этом форма сразу поправляется. Но здесь же это не настолько просто. Из-за того, что тени смешались с консилером, мне их вот так вот непросто убрать. Ну ладно, двигаемся дальше, давайте возьмем какой-то еще потемнее оттенок. И опять тот же принцип у меня будет затемнение. Кстати, вы это видео, наверное, уже смотрите в 2020 году, поэтому поздравляю вас с Новым Годом. Как у вас год начался? Делитесь со мной. Для меня еще сейчас 2019, я снимаю, естественно, наперед всегда. Поэтому рассказывайте, как встретили Новый Год, как Новый Год вас встретил, хорошо, плохо, с хороших событий начался. И последний оттенок, который я возьму для растушевки внешнего уголка, это как раз-таки вот этот самый темный оттенок в палетке, который на самом деле, ну, не такой уже и мега темный. Он, конечно, даст мне затемнение, но не так, что прям с ума сойти, знаете, прям черные уголки глаз мне сделает. Вот видите, вот однозначно эта техника уже потеряла свои свойства, потому что если бы, может быть, я начала бы с этого оттенка, тогда, может быть, он бы к ней прилип, и вот из-за того, что тени намокли бы от этой базы, да, они выглядели бы темнее. Но мне, кстати, все равно кажется, что общий макияж получается немножко темнее, чем обычно с этой палеткой, то есть все-таки что-то в этой технике есть. А на подвижное веко я сейчас хочу нанести оттенок Glimmer, и, кстати, я его сейчас наношу на кисть, и не буду смачивать то, что я нанесла, а сразу буду на веко наносить, потому что тут еще консилер у меня нанесен, и я его ничем не перекрывала. И, кстати говоря, ого-го, нормально так наносится на внутренний уголок глаза, причем что я не смачивала его. А дальше вот, конечно, уже интенсивность падает, потому что здесь уже матовые тени, и здесь сухая текстура, соответственно, поэтому он совсем теряется по сравнению с внутренним уголком. Во внутренний уголок более насыщенно, конечно, лег. А под глаза я нанесла и закрепила консилер, как обычно, потому что, ну, сюда эта техника, по-моему, не распространяется с влажным консилером. И я сейчас закончу макияж более таким классическим образом. Те же оттенки, которые я использовала во внешнем уголке, я слегка нанесу на одну треть, может, до половины глаза, и сделаю такую растушевку этими тенями. А во внутренний уголок тоже положу металлический оттенок, да и, в принципе, мы с вами на этом закончим. И потом уже оценим финальный результат по глазам. Итак, что я могу сказать в заключении по этой технике? Вы знаете, ну, ну, как-то никак, наверное. Однозначно техника не станет моим фаворитом, так, чтобы я сейчас прям все меняла, и вот с этого дня пользовалась только этой техникой для нанесения теней, ну, нет. Лично я от нее особо ничего не получила. Единственное, где она, наверное, имеет место быть, это с какими-то не очень пигментированными палетками. Вот если в вашей коллекции что-то такое валяется, и вам обидно, что это вы купили, и не используете эти тени, потому что они не дают вам той насыщенности, которую бы вы хотели от них, вот как вариант попробуйте наносить на какую-то влажную кремовую базу. Может быть, тогда вы усилите пигментацию и хоть как-то сможете этими тенями пользоваться. Ну, а теперь давайте перейдем к тестированию новой для меня тональной основы, и вообще, в принципе, она недавно относительно была выпущена. У меня есть вот такой вот пробник от Hourglass с их тональной основой Vanish. Предполагается, что это один из самых плотных тонов, которые есть вообще, ну, у Hourglass в первую очередь, а во-вторых, в принципе, на рынке, потому что на те обзоры, на которые я попадала, там все, знаете, прям точечку вот так вот ставят, а потом ее растягивают прям по огромной такой вот зоне, потому что иначе получается слишком плотно. Они, кстати, молодцы, не пожлобились. Тут целых шесть оттенков положили. Я попробую оттенок Shell. По-моему, кстати, Shell я пробовала в другой их тональной основе, там, где в стике. И Shell, по-моему, мне подошел идеально. Ну, давайте посмотрим. Ой! Да, она достаточно густая, то есть, видите, она вообще не выливается и абсолютно никак не двигается из этого пробника. Хватит столько. Я, как обычно, люблю спонжем наносить. Не, нормально, растушевывается как раз. Ну, может быть, на волосину темнее, чем мне бы хотелось. Вроде бы и растушевалась уже, но все равно, знаете, есть какие-то места, там, где чуть-чуть этот тон прицепился и приклеился к коже сильнее. Не могу сказать, что прям сумасшедшее покрытие. Видали и более сумасшедшее, конечно. Ну, пошли дальше. Ну что ж, я только-только закончила с нанесением, и первая моя реакция, ну да, действительно, у нее достаточно плотное покрытие. Не могу сказать, что прям одно из самых-самых плотнейших, которые я только видела, но действительно плотное. Но что мне не нравится в этой тональной основе, это то, что у нее и текстура плотная. То есть, бывают два типа тональных основ. Это плотная текстура с плотным покрытием. Вот я такие не люблю. И бывает тонкая текстура с плотным покрытием. Вот второй вариант мне нравится гораздо больше. Что у меня есть для примера показать? Вот вам, кстати, отличный пример тонкой текстуры с плотным покрытием. Мне кажется, вот эту можно нанести вообще тонюсенько просто по лицу, и у нее такая очень жидкая водянистая текстура. Я думаю, многие из вас ее пробовали. Вот ее наносишь, тоже получаешь новое лицо, тоже все так разглаживается, все перекрывается на лице, но при этом нет вот этого ощущения плотности. И что я тоже сразу вижу в зеркале, даже не надо ждать конца дня, это то, что этот тон уже сразу трещит у меня по швам. То есть, в каких-то морщинах он уже начинает трескаться. Особенно первое это я вижу здесь, вот здесь тоже начинает сразу трескаться, и если еще появляется вот здесь, то это все, это уже финиш, как бы точно ничего хорошего от этого тона мне ждать не стоит. У меня лично, по моему мнению, в миллион раз лучше и в тысячу раз дешевле. Ладно, давайте я сейчас закончу свой макияж, еще посмотрю, как сверху все ложится на этот тон, и тогда подведем, наверное, с вами какие-то первые итоги. Я свой макияж закончила, и у меня есть для вас три слова плотно, сухо и гадко. Вот это три идеальных эпитета, которые описывают сейчас состояние моей кожи. Короче, я уже просто предвкушаю конец дня, я на 100% уверена, что выглядеть это будет еще гаже, чем сейчас, и скорее всего лицо у меня будет очень такое пересушенное, знаете, как высушенный какой-то финик. Короче говоря, не знаю, я бы без предварительного затеста по пробнику этот тон не покупала на вашем месте, но это только мое мнение, если сможете достать тестер, лучше потестируйте. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх, и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть и другие мои видео, если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите, а если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.